Сегодня в Лиссабоне стартует Евровидение. Уже многие годы музыкальный конкурс открывается с официальной церемонией и красной ковровой дорожки. Но сегодня впервые традиция будет нарушена. Почему, расскажет Евгений Перлин. Максимальная концентрация фанатов Евровидения в Евродеревне. До полуфиналов еще несколько дней, а болельщики уже вовсю гуляют по улицам в поисках своих кумиров. В этом году Евродеревня разместилась на самой большой площади Лиссабона – Дворцовой или Торговой. Построили объект вместе с огромной сценой буквально за два дня. Вход бесплатный. Здесь можно купить официальные сувениры, спеть хит Евровидения и продегустировать традиционную сладость – паштель де НАТО. Официальную информацию не подтвердили, но вполне вероятно, что артистов сегодня к синей дорожке будут подвозить новенькие Теслы. Электрокары нового поколения уже участвовали в церемонии открытия Евровидения четыре года назад. Сколько лет ты приезжаешь на Евровидение? Я первый раз. Шучу, конечно. Это мое седьмое Евровидение. Я живу в Германии, но болею за другую страну. Вместо красной дорожки в этом году на Евровидении будет синее. Вся атмосфера конкурса в Португалии пропитана морем и океаном. Белорусский участник Алексеев появится на церемонии открытия под шестым номером. Артисты пребывают в алфавитном порядке названий своих стран. Вот это именно те экраны, где начнется трансляция церемонии синей ковровой дорожки. Здесь же будут показаны все полуфиналы и финал Евровидения. Это Евродеревня. Пока здесь немноголюдно, потому что сейчас солнце в зените, очень жарко людей, поэтому немного. Но вечером здесь собираются тысячи фанатов этого конкурса, чтобы насладиться концертами, приглашенных звезд и, конечно же, самим шоу в атмосфере праздника. После старта Евронедели с понедельника начнутся репетиции и подготовка к шоу. Беларусь выступит в первом полуфинале во вторник. Алексеев исполнит песню «Форевер» под восьмым номером. Евгений Перлин, Илья Максимов, Юрий Рошек и Михаил Клещенко. Агентство теленовостей «Лиссабон», Португалия.